Здравствуйте! Продолжаем изучать формулы к решению задач на тему растворы. Нормальная концентрация может быть выражена формулой. Нормальная концентрация равна отношению массы вещества к произведению эквивалента на объем раствора. Нормальная концентрация равна процентная, умноженная на плотность на 10 и деленная на эквивалент вещества. Третье. Концентрация вторая нормальная равна объему первому раствора на концентрацию первому нормальная, деленная на объем второй раствора. Из этой формулы можно вывести другую формулу. Объем первой раствора относится к объему второму раствора как концентрация вторая нормальная к концентрации первой нормальной. Четвертая масса первого раствора так относится к массе второго раствора, как концентрация вторая нормальная относится к концентрации первой нормальной. И последняя масса вещества относится к эквиваленту, как концентрация нормальная к объему раствора, деленная на 1000. Теперь смотрим, что вычисляется. Концентрация нормальная показывает число эквивалентов вещества, растворенного в одном литре раствора. Но надо теперь изучить, какие эквиваленты разных веществ. Например, эквивалент оксида равен малярной массе, деленная на число металлов, на валентность металлов. Второе. Эквивалент основания равен малярной массе, деленная на число групп. ООН. Эквивалент кислоты равен малярной массе, деленная на число водородов. И четвертое. Эквивалент соли равен малярной массе соли, деленная на число металлов, умноженная на валентность металлов. Масса раствора равна объему раствора, умноженная на плотность. Масса раствора в литрах равна концентрации нормальной, умноженная на плотность, умноженная на 10. Масса в литрах раствора равна концентрация нормальная, умноженная на эквивалент, умноженная на объем раствора. И масса в литрах раствора равна концентрация малярная, умноженная на моль, умноженная на объем раствора. Теперь смотрим, что же вычисляется. Масса растворенного вещества выражается в 1 литре раствора.